здравствуйте в эфире тихоокеанского телевидения спец репортаж который выходит в рамках реализации проекта береги себя информирование населения и повышение правового сознания участников дорожного движения вот цель нашего проекта когда мы садимся за руль автомобиля мы ощущаем комфорт и независимость и порой совсем забываем о собственной безопасности примером служит недавние авто происшествия в районе южнореченска пострадавших нет но ремонт автомобиля по оценкам специалистов обойдется в круглую копеечку вечером на автодороге фокина дуна и в сольном дтп пострадал автомобиль марки toyota витс малолитражка управляла женщина путь свой она держала в сторону дуная подъезжая к южнореченску автомобиль не вписался в крутой поворот иномарка съехала с дороги в лесную чащу но на этом неприятности для автоледи не закончились все дело в том что за лесной полосой был крутой обрыв здесь пролегает бетонная дорога ведущая к одному из городских предприятий женщине повезло ее автомобиль не долетел до бетонного полотна иначе сила удара была бы сокрушительной toyota витс носом воткнулся в обочину когда же на место прибыли автоинспекторы водительница рассказала что у автомобиля отказали тормоза и поэтому сбросить скорость перед крутым поворотом ей не удалось благо автоледи не получила травм опасных для жизни а ее автомобиль покинул место аварии в кузове эвакуата женщине повезло удар смягчил земляной косогор а иначе тяжелых последствий было бы не избежать уважаемые автолюбители будьте предельно внимательны и соблюдайте скорость движения скорость движения правильный выбор скорости движения это один из важнейших факторов оказывающих влияние на безопасность дорожного движения превышение скорости является причиной многих дорожно-транспортных происшествий водитель может вовремя не обнаружить потенциальную опасность на высокой скорости или не справиться с управлением автомобиля двигаясь со скоростью 60 километров в час машина проезжает за одну секунду около 17 метров для оценки ситуации водитель потратит как минимум одну секунду за которую машина успеет приблизиться к внезапно выскочив шему на дороге человеку на 17 метров кроме этого ему необходимо предпринять какие-либо действия чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия тем более что чем выше скорость тем больше тормозной путь автомобиля об этом никогда не стоит забывать так на что же необходимо ориентироваться при выборе скорости значимым для вас должны быть дорожные и метеорологические условия ваша задача всегда учитывать видимость в вашем направлении движения немаловажными являются также и особенности и состояние вашей машины или груза который вы перевозите учитывайте интенсивность движения на данной дороге ваша скорость должна равняться средней скорости потока при этом вам не запрещается двигаться со слишком малой скоростью если в этом есть по каким-либо причинам необходимость только при этом ваше транспортное средство не должно создавать помех другим участникам поэтому тихоходный транспорт старается по возможности придерживаться крайней правой полосы не все дороги допускают медленную езду например на автомагистрали или дороги для автомобилей такой как третье транспортное кольцо не разрешается движение со скоростью в менее 40 километров в час не забывайте что при выборе максимально допустимой скорости не стоит ориентироваться на предельно допустимые скоростные возможности вашей машины ввести транспортные средства необходимо со скоростью не превышающей установленные ограничения так например в населенном пункте скорость движения не должна превышать 60 километров в час а во дворах не более двадцати километров в час вне населенного пункта мотоциклы легковые автомобили и маленькие грузовики до трех с половиной тонн могут двигаться со скоростью не более 90 километров в час а легковые машины с прицепом или крупные грузовики свыше трех с половиной тонн не более семидесяти километров в час самой скоростной дорогой считается автомагистраль на которой максимально допустимая скорость для легковых машин и маленьких грузовиков до трех с половиной тонн 110 километров в час а для мотоциклов легковых машин с прицепом и крупных грузовых автомобилей более трех с половиной тонн не более 90 километров в час оказать влияние на эти существующие ограничения могут дорожные знаки например запрещающий знак ограничение максимальной скорости может не только снизить максимально допустимую скорость на дороге но и увеличить ее так на мкаде вы за счет такого знака можете двигаться со скоростью более 60 километров в час установленных по умолчанию для данного участка дороги а вот предписывающий знак ограничение минимальной скорости помогает сохранить высокую пропускную способность дороги чаще всего он используется с табличкой так как невозможно заставить всех двигаться со скоростью например более 50 километров в час напомним что при наличии такой таблички действие знака распространяется только на ту полосу движения над которой они выставлены также с помощью дорожных знаков вам могут порекомендовать определенную скорость на конкретном участке дороги или напомнить о действующих общих скоростных ограничениях информировать о существующих скоростных ограничениях вас могут и с помощью дорожной разметки в некоторых случаях водители должны учитывать и фиксированные ограничения например буксировка может осуществляться на скорости не более 50 километров в час хотя надо сказать что для буксировки это даже очень высокая скорость скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства водитель должен выбирать такую скорость чтобы успевать читать дорогу анализировать и прогнозировать складывающуюся ситуацию а также успевать управлять транспортным средством уважаемые участники дорожного движения помните аварии на дорогах это не стихийные бедствия и все они происходят исключительно по вине человека и только соблюдение правил дорожного движения обеспечит безопасность вам вашим близким и другим участникам дорожного движения берегите себя и не становитесь героями грустных новостей да и да и да и да и